Библиотечная астрономия в Иванове набирает популярность. В Центральной городской детской библиотеке на улице Шубинах состоялось очередное космическое мероприятие. На этот раз организаторы подготовили специальную программу и для малышей, и для ребят постарше. Викторины, игры звездной тематики, конкурсы рисунков. Интересно. Древние мифы рассказываются о космосе. Интересные книги я взял. Я смотрю передачи. В основном смотрю передачи, конечно. Потому что книжек. У меня тоже дома есть книжки, но из книжек не так понятна информация. А из телевизора там доступно объясняют. Вместе с астрономом Сергеем Беляковым, сотрудником Музея камня, ребята смогли совершить увлекательное виртуальное путешествие по Марсу и Луне. При помощи специальной программы юные читатели библиотеки смогли стать ближе к звездам и узнали много нового о Красной планете. Марс – это планета Солнечной системы, четвертая планета, в два раза меньше Земли, достаточно холодная, покрыта песком и другими твердыми. В общем, имеющая твердую поверхность с разреженной атмосферой. На экваторе температура достигает где-то 30 градусов, это максимально, а ночью опускается до минус 120. А еще в этот библиовечер ребята имели возможность отправить свое имя на Марс. Делалось это, конечно, с разрешения родителей. Сотрудники библиотеки подготовили для каждого билет на Красную планету. Имена отправятся в космос вместе с кораблем «Орион». Собираются имена всех желающих, записываются на микрочип. Чип располагается на борту корабля «Орион». Пробный запуск этого корабля будет произведен уже в декабре этого года. Корабль сделает несколько витков вокруг нашей планеты и вернется на Землю. Но на этом путешествии имен не закончатся. Этот чип сохранят до ближайшей отправки на Марс какой-либо робототехники. То есть марсоход может быть следующий, когда полетит. Планируется это где-то до 2020 года сделать. Кульминацией астрономического праздника стало наблюдение в телескоп за вечерним небом. Дети выстроились в очередь, чтобы хотя бы к краешкам глаза посмотреть на многократно увеличенную Луну. Конец октября – идеальное время для наблюдений, когда хорошо видны вселунные моря и кратеры.